Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Вы знаете, я вчера сделал онкологию, свою книжку, которая была, которая была издана очень давно, то есть она была написана 4 марта 2002 года. Она переработана и дополнена 10 января 2015 года и еще раз дополнена 1 января 2021 года. И вот тут как раз появились очень интересные вещи. То, что я раньше не знал, я в эту книгу вставил. И получились очень интересные вещи, хотя можно еще про кремнию вставить, можно еще некоторые дополнения сделать. Но сейчас я с вами хочу поговорить о том, что я вставил такой довольно-таки большой раздел о пищевая сода в онкологии. И это страница, смотрите, 129 по 171 страницу. И смотрите, я просто хочу вам предоставить информацию, а то некоторые думают, что у меня на эту тему вообще там я ничего не писал. И вот смотрите, так просто перечень, а вы уже можете сами ознакомиться. Пищевая сода в онкологии. Значит, пищевая сода. Что она делает? Пищевая сода и кислотно-ощелочная равновесие организма. Второе. Воспалительный процесс и его особенности. Пищевая сода. Свойства применения. Советы по приему пищевой соды. Это содовые ванны. Пищевая сода против нитратов и пестицидов. Рецептура использования пищевой соды. Чистка пищевой соды от паразитов. Пищевая сода в лечении псориаза. Пищевая сода против рака. Голодание на содовой воде. Оказывается, это даже есть. Рассказы о приеме пищевой соды. Бытовое свойство применения пищевой соды. Четвертое. Огласите, пожалуйста, весь список. Четвертое. О пищевой соде и способах ее применения из средневековых источников. То есть, это не все. Откуда-то, знаете, сода в тот раз появилась, и мы ее начали использовать. Да ее там применяли. О-хо-хо. Еще раньше средневековых источников. Пятое. Пищевая сода. Пепел божественного огня. Шестое заключение. Итак, пищевая сода и кислотное щелочное равновесие. Оно просто-напросто восполняет так называемые буферные системы крови для того, чтобы они меньше сдвигались. Кто-то мне звонит. Говорит, и что вы хотите? Алло. Что вы хотите? Да, здравствуйте. Я Сталина Дмитриевна, кредитный секторист. Послушайте, а я вам предложил вам кредитную карту? Да вы что, кредитную карту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бескредитные карты, ну знаете, я как-то это самое. Вот это самое. Бескредитные карты я просто-напросто это, занимогаю. Заблокировать абонента. Все, заблокирован контакт. Что сказать? Люди подневольные, поэтому им сказали, чтобы, допустим, обзвонили столько-то людей, желательно кому-то всучили. То есть некоторые, как бы сказать, структуры, властные структуры, то есть сидят там, грубо говоря, такие, знаете, это самое, деловары так называемого высокого полета, и вот они давят, спустили инструкции, а вся эта мелюзга там это, шебуршится за какие-то копеечки. Ну ладно, отвлеклись немножко. Значит, ну вот так. Считается, что это соль, гидрокарбонат натрия, да? Была впервые описана в 1801 году немецким аптекарем Б. Розе, однако врачеватели древности, Авиценна, Амирновлатом, Ассиатс и другие в своих лечебных трактатах, да, дали подробную рецептуру применения соды. Значит, является важным компонентом не только крови, но и вообще всех жидкостей организма. Ее основная роль в организме заключается в нейтрализации кислот, повышении щелочных резервов в организме, поддержании, вот именно поддержании в норме кислотно-щелочного равновесия в организме. И дальше идет вот кислотно-щелочное равновесие. Что это такое? То есть кислотно-щелочное равновесие. У людей сложилось такое, я уже об этом объяснял, у людей сложилось такое мнение, что если мы съели щелочной пищи, вот допустим у нас, ну, наша кислотно-щелочное равновесие, для примера я вам скажу, ну, грубо говоря, она на нуле. То есть ноль, это то, что нам надо. И вот мы съели щелочной пищи, и у нас стало сразу защелачивалось, допустим, на 5 единиц, на 10 единиц. Съели кислотной пищи, значит, кровь у нас закислилась там на 5 единиц, там на 10 единиц. На самом деле ничего подобного нет. Вот как есть вот эти константы жизненные, там, PH, там, 7, там, с чем-то, ну, грубо говоря, ноль, вот, нормальная, это, 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 и утрирую, ноль, да, вот она должна вот, то она вокруг нуля и пляши, то есть мы ее ни в коем случае особо там не сдвинем выше нуля, то есть в щелочную сторону, не сдвинем ниже нуля, в кислотную сторону, ну, не сдвинем, а организм именно использует вот эти вот щелочные эти буферные системы и другие буферные системы для того, чтобы, чтобы держать вот этот вот показатель в норме, то есть он держит оптимальные параметры внутренней среды, которые, в которых лучше всего протекают жизненные процессы. И он за ними следит вот так вот, знаете, с зубами уцепился, ни туда, ни сюда. Если чуточек это сдвигается в другую, в одну или в другую сторону, то наступает просто-напросто сразу резко изменение состояния, и человек просто-напросто отмирает. И вот тут смотрите, вот тут интересно, интересно, так, этот водородный показатель еще там, ра-ра-ра-та-та-ра-та-та-та, так, с щелочным. И вот тут интересную вещь. Как бы сказать, я начал вроде бы с соды. Но, знаете, особенность моего мышления заключается в том, что для того, чтобы понять, как тот или иной метод или средство работает, надо еще знать вокруг него, что он делает, как он делает. Они просто там сода вот, вот это сделали, выпили, а, отлично. Вы знаете, как меня называют? Я не могу просто-напросто так, знаете, брякнуть, как в лужу пукнуть, что соду вот так вот и все. Поэтому, 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 так, поэтому я тут-та-та-та-ра-та-та-та, написал. И смотрите, вот, что организм, он состоит из разного рода отделов, из разного рода, в которых имеется та или иная среда. И в каждом отделе эта среда поддерживается для выполнения тех или иных жизненных функций на благо всего организма. Поэтому, смотрите, что я тут описываю. Кислотность слюны и полости рта определенно должна быть. Если она меняется, то у нас, будем говорить, что-то развивается, там какая-то там, гнилосная микрофлора или еще что-то, да? Дальше пошли. Кислотность в пищеводе. Видите, нормальная кислотность в пищеводе, она кислая от 6 до 7 pH. Кислотность в желудке, нормальная кислотность в полости желудка натощак, вообще полтора-два pH. Это очень кислая. Вот так-то. И для того и существует защитная слизь, чтобы вот эта вот кислотность не разъела желудок. А мы ее можем смыть, уничтожить эту слизь тем или иным способом. И потом возникают там язвы и прочие там такие вот. Смотрите, грубо говоря. Очень осторожно следует относиться к тем веществам, продуктам и лекарствам, которые разрушают. Аспирин. Вот аспирин, аспирин, аспирин. Вот обезболивающий мой знакомый, значит, у него болела спина, и он вот эти таблеточки от боли пил, пил, потом такая, опа! Язва желудка. За малым чуть было его, не это самое, едва откачали. Так, нестероидные, противовоспалительные препараты и тому подобное. То есть, вам надо понимать. Ну, кислотность в тонком кишечнике. Важно про кислотность желудка, это то, что сказать, что желудок портит смешанное питание. Обильное смешанное питание. Не успел одно перевариться, мы уже там льем другое, жуем третье. И он у нас, понимаете, работает без этого. То есть, не успевает вот эта защитная слизь вырабатываться, когда туда загружается, загружается, загружаются вещества. Якобы это нам нравится. Через вкусовый рецептор мы получаем, как бы сказать, какое-то удовлетворение. А что касается в желудке, мы его там портим. Ну, пошли дальше. Кислотность в тонком кишечнике, нормальная кислотность там, где в луковице 12-перстной кишки такая-то. Кислотность в тощей и подвздошной кишечнике нейтральна. Ля-ля-ля-ля. Кислотность в сока толщей и кислой. Кислотность в толстом кишечнике. А вот смотрите, кислотность содержимого толстой кишечнике, сока его, ближе к выходу из прямой кишки, она составляет 7,7-7,3. То есть там щелочная среда. Если в желудке это очень кислое, то в толстом кишечнике тут больше щелочная. Кислотность кала, пожалуйста. Вот смотрите, вот интересно тут узнать. Кислотность кала здорового человека, питающего смешанной пищей, зависит от микрофлоры, плоской кишки, считается нормальной. В диапазонах от 6 до 8 pH. То есть, ну примерно нейтрально. Кстати, кислотность микони, первородного кала новорожденных, около 6. То есть около 6 это уже закисленное. Закисленное. Значит, отклонение от нормы при кислотности кала, и вы можете так уже судить. Резко кислая по аж менее 5,5 бывает при бродильных диспепсии. То есть вас несет. Несет, понимаете. Кислая с 5,5 до 6,7 может быть из-за нарушения всасывания в тонкой кишке жирных кислот. Видите, там что-то нарушено в тонкой кишке, а сказывается на толстом кишечнике. Щелочная от 8 до 8,5 может быть из-за гниения белковой пищи, не переваренных в желудке, в тонком кишечнике, и воспалительного эстудата в результате активизации гнилостой микрофлоры, образования аммиака и других щелочных компонентов толстой кишечнике. Щелочная. Гниют белки, не переваренные. То есть, если один отдел не работает с желудочно-кишечного тракта, то все это начинает дальше усугубляться в нежележащих. Резко-щелочная, более 5,5 бывает при гнилостной диспепсии, колите. Вот и все. Отсюда, конечно, если резко-щелочная, при колите, допустим, гнилостной диспепсии, когда у нас нет, вот тут-то мы можем только уринку туда залить, которая имеет кислую реакцию, и пошло-поехало. И, кстати, мы переходим к кислотность мочи. При нормальном пищевом режиме, сбалансированном питании, кислотность мочи находится в пределах от 5 до 6 п. то есть это кислая. Но может колебаться от 4,5 до 8. Что нам, грубо говоря, надо, да? Какая должна быть? Кисленькая уриночка, то есть закисляющая, да? Кислотность мочи, от чего повышается, кислотность влагалища, пожалуйста, должна быть. Оказывается, смотрите, она вообще колеблется от 3,8 до 4,4 п. В среднем составляет от 4 до 4,2. А вот как только начинаются различные заболевания, то все это происходит. То есть это нужно для того, чтобы надежно защитить вот этот участок организма, женского организма, от поникновения разного рода бактерий и прочих гнилостных процессов. То есть это естественно. Опять-таки, когда мы делаем, смотрите, закисляем эту среду с помощью той же самой урины, за поддержание кислотной среды и подавление роста условно патогенных микроорганизмов во влагалище в основном отмечают лактобактерии. Отсюда при лечении многих гинекологических заболеваний на первый план выходит восстановление численности лактобацилл и нормальной кислотности. А вот кислотность спермы. А она в основном где-то от 7,2 до 8, то есть она где-то больше нейтральная и щелочная. Кислотность кожи. В норме кислотность покрова кожи равна 3,5-6,7 pH. Это для того, чтобы кожный покров, наш кожный покров, мог защищать нас от проникновения разного рода микроорганизмов. И вот тут даже биологическая жидкость, цитоплазма клеток, слеза. Слеза это больше такая нейтральная жидкость. 7,3-7,5. Желчь это больше щелочная. Женское молоко это нейтрально. Панкреатический сок это больше щелочная жидкость. Так далее. Сок пульсательной железы. Буферные системы крови. Вот тут я как раз и разобрал, понимаете, для себя. А то многие говорят, ой, ощелачиваем, закисляем. Ну, понимаете, детские разговоры на уровне ясель. Непонимание. Вот как раз надо говорить о буферных системах крови, которые мощно держат константы наших жидкостей, разного рода жидкостей и средств. Поддерживают их в оптимальном, работоспособном состоянии для того, чтобы они обеспечивали наилучшее проявление жизненных процессов. Вот что важно. А не то, что ой, закисляем. Ай-ля-ля-ля-ля. Ай-ля-ля-ля-ля. Далее. Вот интересную вещь я разобрал. Воспалительный процесс и его особенности. Важно понимать, как организм реагирует на различные нарушения в своих тканях. Произошло какое-то нарушение, да? А реагирует он на огромное многообразие этих нарушений в основном однотипно. Воспалением. Оказывается, любой болезнетворный процесс сопровожается локальным воспалением данной территории. Все, что, че, как, а, а, а. Перед вами сидит не просто, знаете, вот врун, болтун и хохотун, за которого меня выдают, а человек, который проштудировал довольно-таки много разного рода научной литературы и сложил это все так, потому что увидел вот здесь, это работает, это работает, то работает. И это все работает вот в этом случае. Что надо для того, чтобы вот этот случай нормализовать? Надо использовать вот этот круг этих знаний и соединитель. Тогда будет толк. Да, так что вы это, вы это, научный, ё-моё. И никто мне никакую шнобелевскую премию не дал. И вот только после вот этих, так сказать, разъяснений, что, чё, где и как, мы переходим к третьему параграфу или теме. Пищевое осудное свойство и применение ощелочивания крови. Значит, наша кровь должна быть щелочной и жидкой, текучей. Это в идеале. То есть, это просто вот этот вот PH жидкости этой. То есть, чтобы она была в норме. Ещё раз говорю, она никуда особо не сдвигается. Ни в щелочную, ни в кислую струну. Это так вот всё дань. Это щелочная, это кислая. Звучение крови способствует... И употребление в пищу продуктов, которые представляют собой природный клей, или повышать её вязкость. Звучение крови способствует... И употребление в пищу продуктов, которые представляют собой природный клей, или повышает её вязкость. В итоге, между эритроцитами происходит процесс склеивания, так называемая аглютинация. Такие эритроциты не проходят по капиллярам, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, начинает заклеиваться, кровь не поступает, и начинаются потихонечку такие процессы, которые ведут к инфаркту, инсульту и так далее. И природными клеями. Что является? Вот тут, вот тут я разобрал. Ну, кто вот это тут разобрал? Вот такой вопрос. Кто его разбирал? Значит, о том, что кровь взращена, можно узнать лизну лакмусовую бумажку. Бумажку продается в аптеке. Пищевая сода и здоровье желудка. Я так просто буду название говорить без этого. Третье. Пищевая сода и обмен веществ в клетках. Пищевая сода и здоровье почек. Журнал «Терапевтический архив», который был основан в 1923 году. В 1976 году и в 1978 году опубликовал статью о внутривенном эректальном способе применения гидрокарбоната натрия при хроническом глумеролурнефрите, пилонефрите, хронической почечной недостаточности. Значит, пищевая сода облегчает работу почек и предотвращает отложение в них песка и камней. О! Кто знал об этом? Кто знал? А там уже давно знали. Давно определили. Да все какие-то, знаете, защелачиваем, закисляем. Ну, какую-то глупость ясенную. Рассказывают вам так. Пищевая сода и пищеварение. Что чуйка? Кстати, вот этот журнал, о котором я сказал, журнал публикует клинические и клиника экспериментальной работы, обзоры, лекции по всем актуальным проблемам заболеваниям внутренних органов. Освещает вопросы там развития заболеваний, клиники, новейшие методы диагностики, лечения, а также профилактики внутренних заболеваний. Ну, кто об этом, кто вот это вот все, так сказать, вот то, что надо знания доносить. Да сделали, напечатали, забыли. И забыли. Совсем другое. Так. Шестое пищевое сода и эмоциональные переживания. Седьмое пищевое сода и отравление. Восьмое пищевое сода и растворение солевых отложений. Девятое пищевое сода и вестибулярный аппарат. Оказывается, прием сода укрепляет вестибулярный аппарат, улучшает внимание, значит, сутов, веселого, космической медицины и авиакосмической медицины, это, скорее всего, журнал или номер 3, за 78-й год. Как вам это? Ну, как вам это? Пищевое сода и кожное заболевание. Пищевое сода и противопаразитарное лечение. Двенадцатое. Я уже выделил даже. Пищевое сода в лечении онкологии. Вот зачем мы, я и включил ее. Уничтожает грибки, которые считаются причиной онкологии. Как это сделать? Ну, это, говорю, пищевая сода и сахарный диабет. 14-й пищевое сода и иные способы ее применения. Советы по приему пищевой соды. Простой прием, нормальный прием, ударный прием. Содовое ванны. Существует и другая рекомендация, которая дает оголов. На содовую ванну 200 литров воды, 7 столовых ложек пищевой соды. Большое количество сушит кожу, поэтому не нужно, а то и вредно. Содовую ванну принимают, сидя, не погружая область сердца в воду. Пищевая сода против нитратов и пестицидов. Рецептура использования пищевой соды при простудном кашле, при воспользовательных заболеваниях верхних дыхательных путей, при ангинах, ларингитах, зубной боли, при насморке, от головной боли. Так, если после приема возникает головного, повысить пульс или выровнять пульс, массировать десны утром и вечером с пищевой содой, для очищения толстого кишечника, клизмы, лечения молочницы, для снятия боли, при выставке геморроя, в случае гноня воспаления пальца, осложнения панарица, да, маска прыщей, если вас укусила пчела или оса, при крапивнице, при потнице, от жирной перхоти, удаление мозолей на топтыши, пигментные пятна, папилломы, бородавки, при фрункулезе, потеют ноги, грибковых поражений стоп, отечность и усталость ног, чтобы снять, при больших ожогах, похмельного синдрома, пищевую соду, отвыкание от курения, от неприятного запаха изо рта, отбеливание зубов, для профилактики кариеса, чистка пищевой соды от паразитов, большущая статья, опять-таки я вам говорю, что вы знаете, вот сидел бы тут какой-то там Генеша, тире, Генка Малахов, да, 70-летний чудак, чудак 70-летний, и придумывал вам, знаете, и втюхивал, вот так вот соду применяете, вот так вот соду, вот так, то есть что-то он там понавидумывал, но что на самом деле, вы знаете, как меня называть, для борьбы с аскоридами и острицами, применяют аминовую щелочь, пипаразин, дополняя ее кризмами пищевой соды, Машковский лекарственное средство, том 2, страница, 366-367, когда кто-то мне говорит, да ты тут что-то там такое, я сижу и придумываю, дальше пошли примеры применения, вот, например, пример приведу, мужчина 55 лет, на протяжении последних 6 лет, был упадок сил головокружения, развился дисбактериоз, появился артрит правого коленного сустава, видите, как бы сказать, ничего это не связывается с наличием паразита в организме, ну, упадок сил уже надо понимать, куда-то уходит ваши силы, кто их потребляет, головокружение, головокружение слабо, развился дисбактериоз, это говорит о том, что уже у вас гнилась на среда в организме, в частности, и она может потреблять ваши жизненные силы, да, далее, смотрите, появился артрит правого коленного сустава, и уже пошло следующее поражение, еще разок я говорю, все начинается довольно-таки с простого, возможно, прыщичка, и может закончиться жесточайшая онкология, все развивается по этапам, это такой этап, потом он в следующий, потом он в следующий, в следующий, и нету человека, и так, лечился аппаратурно, стационарно, безрезультатно, то есть, медики лечили, медики лечили, вот что, что, как, вот, почему безрезультатно, что они делали так безрезультатно, и вот он прошел курс очищения от паразитов из восьми процедур, после первой процедуры вышло незначительное количество астриц, то есть, один вид листов, после второй слизь, в небольшом количестве из студениста, бугристый клубок, червей, то есть, слизь, это как раз вот колонии бактерий образуют вот эту вот слизь, а дальше уже в этой слизи копошатся студенистно-бугристый клубок червей, то есть, аскорит, не аскорит, ленточных, уже другой вид, не любят они соду, а после третьей процедуры листы повалились клубками величину и со стакан клубки, то есть, не все сразу, они сидят, паразиты, сидят вот в этой именно слизи, залезли, ну и что, что-то там применяют, там противопаразитарно, она, грубо говоря, слизь сверху омыла, они внутрь улезли, ну, кое-кому досталось, кто не успел там это, залезть, вот, а когда мы обложили хорошенько, то это и слизь, она выходит, то есть, среда поменялась, в кишечнике они, они, каждый вид паразитов, создает собственную среду, то есть, организм создает наиболее лучшую среду, для того, чтобы он существовал, и для этого каждый отдел, для того, чтобы он работал лучше всего, значит, там имеется определенная среда, вот, от которой мы говорили, паразиты же, попадая в организм, естественно, они создают собственные среды, которые провоцируют дезбактериоз, которые отсасывают энергию, у нас, головокружение там, и в конце концов, начинаются уже суставы разваливаться, да, то есть, они свою среду, и как только мы, мы, знаете, не столько надо их потравить, как нормализовать там среду, и подержать ее какое-то время, не вынося среды нормальной, вот эта слизь и листы начинают клубками выходить, величиной со стакан клубки, йокарные баба, представляете, что там творилось, а человек думает, что он 55 лет, как раз он там на смешанном питании, на безалаберном, грубо говоря, там потреблении продуктов, все это к этому времени, так сказать, наживается, особенно еще и живот такой, все это сопровождалось, с выходом большого количества слизи, оранжевого цвета, то есть, о чем я говорю, видите, я даже не читал, хотя я написал, я уже забыл все, я уже забыл, что вы там рассказываете, какие-то новинки, которые вообще не нужны, надо браться за основное, а все что-то там такое, знаете, погладил, и выздоровел, то есть, люди не понимают, за что надо браться, где главное, где второстепенно, где на что вообще внимания обращать не надо, а не наоборот, вот на это надо обратить внимание, ну, как и вот, амбулаторно и стационарно лечили, и ничего сделать не могли, а там организм был переполнен, вот этого разного рода, слизью и так далее, в слизи, в слизь, вся эта там жила, создалась среда, для того, чтобы вот эти паразиты жили, запомните это, и только после 7-8 процедур, вышло большое количество слизи, без червей, в конце концов, по мере изгнания слизи, гельминта, состояние больного, постепенно улучшалось, исчезли желудочно-кишечное, расстройство, боли в коленном суставе, прекратилось, появилась сила и бодрость, все, мужчина захотел жить, он понял, что он еще мужчина, и он еще кое-чего может, а так, пищевое судо и лечение псориаза, и есть, примерчик сразу же, и есть, пищевое судо против рака, та-та-ра-та-та-та-та, та-та-та, что можно там сказать, 100 лет современных исследований, в области лечения рака, ни к чему не привезли, химиотерапия, радиотерапия, операция, ну и плюс там, восстановление, ничего нету, как болели, так болеет, как умирали, так умирает, вот Тулио Симончини, который сказал, что сказал нам Тулио Симончини, значит, утверждается, что пищевое судо успешно лечит любой рак, это не мои слова, это его, по мнению итальянского врача Тулио Симончини, а еще раньше средневековых армянских врачей, опухоли являются грибками, которые растаятся в организме от неправильного образа жизни, особенно питания, метастазы, это грибные плодовые тела, образующие грибницу, лечение заключается в том, что растворенную пищевую суду вкалывают в тело, вливают внутрь вены, ставят примочки наружу на область больного места, и рак за короткий срок исчезает. А секрет подобного лечения заключается в том, что отрождение PH нашего организма составляет значение 7,4, а умирает человек с показателями 5,4-4,5, именно кислая среда ослабляет организм человека и благоприятно для буйного роста бактерий, грибков и раковых клеток. Нельзя сказать вот в то, что именно, как бы сказать, вот так вот она влияет. То есть здесь, можно лучше сказать, уменьшились вот эти буферные системы крови, которые защищают от сдвигов. Например, на так, я уже говорил, сдвинуть практически невозможно, человек умрет, а это какая-то, так сказать, дань. Кстати, самая большая активность лимфоцитов по уничтожению раковых клеток проявляется при PH 7,4, а воспаление – это кислая среда, которая препятствует проявлению их активности. Ну вот, вот такая вот, вот интересная. Белый рак, серый рак, черный рак. Все, это еще узнали в средние века. Голодание на содовой воде. Рассказ о 10-дневном приеме пищевой соды. Значит, вот что она начала. На второй день почувствовала изменения. Первое – пропал жор. Второе – перестали текать ноги. Прошла головная боль. Третье – нормализовалась работа почек. Четвертое – исчезли высыпания на коже, и она подтянулась. Пятое – стало меньше раздражаться, успокоилась, расслабилась, нормализовался сон. Шестое – перестал ныть зуб. Стала нарастать эмаль. Ноги стали твердыми и белыми. Восьмое – заметно улучшилось пищеварение. Я тоже применял соду и рассказываю, что там у меня там было. Бытовые способы применения пищевой соды. Но опять-таки, я вас предостерегаю, во всем должна быть разумность. Вы не думайте, что вот сейчас вы пищевую соду там покушали, и она все сделает. Вы станете здоровыми, молодыми и богатыми. Для этого должен быть ум, чтобы он работал. Четвертое – пищевой судьи – способов применения из средневековых источников. Что это такое, как они применяли? Косметикой, опухоли, органы головы, органы питания, органы извержения, яды. Амирдовлад Амассиация написал. А, вообще, Авиценна считал пищевую соду лекарством от тысячи хворих. А для сжигания жира рекомендовал употреблять ее черным перцем. Механизм-то я знаю, зачем перец, сода и так далее. Что знали люди? Пятая пищевая сода – пепел божественного огня. Начнем с Древнего Египта. Там был культ пищевой соды. Натром называли соду, а второе значение этого слова – бог. Жрецов же именовали хемнатор – раб бога. Египетские жрецы были обязаны постоянно жевать соду. Они верили, что сода – проводник между мирами людей и богов. И так далее. Древние славяне называли соду слезами ангелов. И верили в то, что она отпугивает нечисть, потому что обладает огненной природой, которую не выносит разного рода тонкоматериальные сущности. Кстати, и вот теперь вот кстати. Кстати, а получали они соду путем промывания пепла растения солянки садоносной? Не просто там, ух ты, с бухты. А вот оно, какое растение солянка садоносная. Да, химик Альберт Великий работал над созданием эликсира молоти, в состав которого входила пищевая сода. Пищевая сода предотвращает преждевременное старение организма. Елена Ивановна Рерих в книгах Пагни-йоги отзывалась о соде. Почитайте. То есть все это надо в средневековых покопаться травниках, в современных журналах, в оккультных альмонахах и многом-многом другом, чтобы все это собрать. Наконец-таки заключение шестое о пищевой соде. Что это такое? Как? Голодание. Сам я голодал. Пищевой соды подмечен механизм. Что касается желудка, то есть вот первое правило, которое должно быть, сода должно быть погашена. Второе правило должно пройти тогда, сода, когда в желудке нет никакой еды. А многие же вот так вот начинают, да, сода, сейчас я там тортика съел, то есть все съел, потом с содой там заполирую, и потом у него желудок не работает. Сколько всего. Я вам так кратенько прошелся по соде. Так что мотайте себе на ус, на ус, наматывайте. Изучайте мои труды. Там столько такого, где и все это, знаете, тщательно, разжеванно, по полочкам уложено. Чего нету, или лучше так сказать, что очень редко встречается у других авторов. Все в основном голопом по Европам и все. И думают, а, им нормально. Ох-хо-хо-хо-хо-хо.